Здравствуйте все! Это странное сооружение, которое вы сейчас видите, из трех деталей. Детекторный приемник. Собрать такой приемник может каждый, и в интернете уже полно роликов, в которых имитируется сборка детекторных приемников, которые якобы работают. Но при этом создатели не утруждают себя в пояснениях и в доказательстве того факта, что приемник может принимать радиостанции. Каналы миллионеры, на вроде Магира, Урсу или Кулибин ТВ, так и не смогли сделать детекторный приемник, который смог бы достойно работать. И они сделали фейки, не задумываясь о том, что обманывают своих подписчиков. Чтобы сделать фейк детекторного приемника, достаточно собрать простенькую схему, намотав катушку, всунув конденсатор переменной емкости, а вместо детектора, используя бритвочки, кристаллы, или даже магические заклинания, за кадром включают обыкновенный радиоприемник, который начинает звучать в то время, как они вращают ручку переменного конденсатора. Такие фейки раскалываются легко, так же, как и легко создаются. Но не о них речь. Сегодня я вам покажу схему детекторного приемника, который реально работает у нас на Дальнем Востоке. Состоит он из очень простых деталей. Это катушка медного провода, намотана на донышке от пластиковой бутылки. Содержит она 40 витков медного провода толщиной единицы. 1 мм, если точнее говорить. Конденсатор переменной емкости и выпрямляющий диод. Я использовал большой красивый высокочастотный диодик, хотя вместо него можно использовать очень разные приспособления. Хорошо подойдет и диод Д9. В качестве доказательства того, что этот приемник работает, я использую вольтметр. Конечно, большие вольты получить с помощью детектора на приемника невозможно. Но зафиксировать наличие сигнала и его изменение в зависимости от положения ручки переменного конденсатора вполне можно. Сейчас я расположу прибор так, чтобы вам наглядно было видно шкалу его делений. Как видите, на шкале мы можем видеть меняющуюся циферку 4-5 мкВ. Теперь я буду изменять емкость переменного конденсатора и ловить другие станции. Когда я вращаю ручку, цифры на шкале пляшут. Так происходит и в реально настраиваемом средневолновом радиоприемнике. Дело в том, что создается очень много помех. Давайте попробуем настроить наш детекторный радиоприемник на любую станцию. Настройку мы будем производить, наблюдая за шкалой нашего вольтметра. Вращая ручку переменного конденсатора, мы изменяем частотные характеристики нашего контура и наблюдаем за изменением значения напряжения. Как видите, даже поднесенная рука легко вводит диссонанс. И значение вольтметра меняется. Если прикоснуться пальцами к антенному вводу, а именно сюда монтируется дополнительная антенна, то мы увидим усиление сигнала практически втрое. Так происходит с любым радиоприемником, имеющим внешнюю антенну. Если вы пробовали трогать эту антенну пальцем, то вы получали больший уровень мощности выходного сигнала. Это происходит из-за того, что тело человека своими контурами является принимающей антенной. Это одно из легких доказательств того, что ваш радиоприемник функционирует именно как радиоприемник, а не простая смотанная в катушку проволока. Вы можете подумать, а если просто к проволоке приложить наш вольтметр, будет что-нибудь меняться или нет? Давайте попробуем. Для прослушивания радиостанции на моем детекторном приемнике я использовал вот такой высокоомный наушник. Он имеет сопротивление 1600 Ом и практически не вносит погрешностей в эту схему. Но звучание его очень слабое и продемонстрировать его вам на камеру я не смогу. Для этого надо будет подключить усилитель, а это уже будет изменение схемы. Но этот наушник пригодится нам для проведения эксперимента. Давайте попробуем подключить вольтметр к выводам наушника. Ведь может показаться, что любая катушка здесь у меня на балконе может принимать помехи. И в результате вольтметр будет показывать какие-либо показания. И так я подключил и ничего не происходит. Для наглядности попробуем постучать. как видите, звуковые колебания производят генерацию и вольтметр вполне функционален. Но когда мы не стучим или не подносим пинцет, ничего не происходит. Генерации нет. Вернемся к детектору приемнику. Подключим вольтметр обратно к выводам. Как видите, настройка радиостанции сохранилась и мы наблюдаем те же 4 микровольта. Но вы можете сказать здесь корпус он экранирует. Давайте возьмем катушку, которую использовал в предыдущих экспериментах. Это электромагнитная катушка, с помощью которой я генерировал электричество для запитывания вот этого светодиода. Подключим ее. Давайте сделаем еще одну проверку. А вдруг катушка, содержащая 2000 витков тонкого провода, будет также принимать сигналы и мы их увидим на вольтметре. Я подключил катушку, которую использовал в предыдущих экспериментах, генерируя электричество и запитывая светодиод. Сейчас показания нулевые. Проверим, может я подключил ее неправильно. Как видите, слегка намагниченный сердечник выдает генерацию, но в свободном состоянии. Только производя манипуляции магнитным пинцетом, я могу имитировать помехи. Не делая ничего, никаких электрических волн мы катушкой не ловим. Подключим детекторный приемник еще раз. Настройки радиостанции сохранены. мы не машем пинцетами и видим показания вольтметра. Подключим внешнюю антенну в виде пальца и усилили сигнал. Все-таки палец лучшая антенна. Такой детекторный приемник просто в сборке. В комплекте с самодельным усилителем он может надежно принимать радиостанции средневолнового и части длинноволнового диапазона. Для ЛКВ радиостанции он не годится. По крайней мере у нас. Но вы можете попытать счастье у себя дома. Собрать его не так трудно. Повторюсь еще раз. Катушка, переменный конденсатор и диод. Диодик можете использовать практически любой. Подойдет даже выпрямительный диод 226-й. Я не пробовал стабилитроны, но даже самодельные диоды из оксида кремния можно подключать к такому приемнику. Работает он надежно, просто и даже не требует внешней антенны, чтобы прослушивать на вот такой наушник некоторые мощные радиостанции. На этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова